Во время своей поездки в провинцию председатель КНРС Дзяньпин посетил города Су-Чжоу и Нанкин. Он успел побывать в промышленном парке, на предприятиях, в научной лаборатории, а также оценил исторический и культурный квартал. Китайскому лидеру продемонстрировали сильные стороны крепкой промышленной базы Дзянсу, ее богатые научные и образовательные ресурсы, благоприятную деловую среду и огромный рынок. Си Дзяньпин призвал провинцию продолжать играть образцовую роль в продвижении реформ, инноваций и высококачественного развития, формируя новую архитектонику роста Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Дзянсу должна взять на себя ведущую роль в области технологических новшеств и превратиться в центр промышленных и технологических инноваций для качественного роста. Китайский лидер также призвал к реформе научно-технологической отрасли и механизмов поддержки талантов. Си Дзяньпин подчеркнул необходимость укрепления лидирующих позиций провинции в традиционных отраслях производства и ускорения развития конкурентоспособной промышленности на международном уровне. Он призвал к интеграции цифровой экономики с передовым производством и современными сферами услуг для модернизации производственных цепочек. Говоря о культуре, Си Дзяньпин заявил, что Дзянсу следует усилить защиту своего традиционного наследия и активно участвовать в строительстве двух национальных культурных парков. Председатель КНР добавил, что Дзянсу также надо активно развивать современную науку, технику и образование, постоянно совершенствуя уровень общественных и культурных услуг. Кроме того, Дзянсу следует взять на себя ведущую роль в улучшении условий жизни людей и содействии модернизации государственного управления. Он подчеркнул важность укрепления систем реагирования на ЧАЭС и предотвращения катастроф. В контексте предстоящего сезона наводнений Си Дзяньпин призвал ведомство уделять приоритетное внимание безопасности жизни, людей и имущества, быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и стремиться минимизировать потери. Говоря о правильных подходах к росту, председатель КНР призвал всегда ориентироваться на людей, высококачественное развитие и эффективное управление. В заключении он заявил о необходимости соблюдения строгой трудовой этики и призвал к постоянным усилиям по достижению практических результатов.